Полковник, кандидат политических наук и чиновник со стажем. Сегодняшний деловой понедельник стал первым для исполняющего обязанности руководителя исполкома, которого прочит ни много ни мало в мэры набережных Челнов. И именно он и провел этим утром совещание с хозяйственными руководителями города. Наиль Магдеев начал, что называется, с места в карьер. Тем более, что опыт проведения подобных мероприятий у него есть, и немалый. Но подробнее об этой и других страницах его биографии в следующем материале нашей программы. Карьеру чиновника Наиль Магдеев начал в родной Бугульме. В 90-м он был назначен первым замом председателя исполкома. Двумя годами позже стал заместителем главы администрации Бугульминского района по вопросам коммунального хозяйства. Полученный опыт придется, кстати, и на новом месте, в исполкоме набережных Челнов. Сегодня самый актуальный вопрос. Сегодня все может потерпеть, за исключением обеспечения вопроса, связанных с теплом. Но вернемся на пару десятков лет назад, когда Наиль Магдеев стал депутатом Госсовета Татарстана. Переехав в Казань, он возглавил парламентскую комиссию по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и внешних связей столицы. Но через год вернулся обратно, в родной город. Республика ему доверила пост главы Бугульмы и одноименного района. Я отдаю себе отчет, куда я пришел, на какую должность, чем мне придется заниматься вместе с вами. Я знаю, что такое работа мэром города. Ни по университетам, ни по книжкам. 14 лет я работал в городе Бугульме. Кстати, дольше него этот пост не занимал никто. В те 14 лет в Бугульме произошло немало преобразований, что неоднократно отмечали и президенты республики. Это один из наших передовых, продвинутых, комфортных, красивых городов нашей республики. И это благодаря тому, что Наэль Гамбар сумел сплотить, сформировать вот такую прогрессивную, сильную команду. Тогда, в 2010-м, Наэль Магдеева руководство республики вновь позвало на работу в Казань. На этот раз его назначили министром лесного хозяйства. За 4 года его работы на этом посту в республике удалось совершить проблему снижения лесистости территорий. Усилилась борьба с пожарами, что в числе других мер позволило уменьшить в этом году их число до нуля. Мы методично, настойчиво начали усиливать и наращивать группировку сил и средств для профилактики, подчеркиваю, профилактики и тушения лесных пожаров. Вот с таким багажом знаний и опыта в свои 54 года, 12 октября, у него будет юбилей, он и прибыл в Автоград. Наэль Магдеев, что называется, раскачиваться на новом месте не намерен. А потому обратился их сегодня к коллегам и хозяйственным руководителям с просьбой, как можно скорее проинформировать о ситуации в городе по каждому из направлений. Я думаю, что этот период времени должен быть максимально коротким в интересах дела, в интересах жителей нашего города.